В выставочном центре Курме наглядно показано, как развивался регион в годы становления республики. Положительный рост наблюдается в сферах здравоохранения, культуры, образования, строительства. За годы обретения суверенитета в экономику региона было привлечено инвестиции на сумму более 3 трлн 300 млрд тенге. В эти годы было введено в эксплуатацию 347 объектов здравоохранения, 491 школа и 1491 детский сад. Такие выставки организованы во всех районах и городах области. В целом, каждый гражданин должен почувствовать, знать о достижениях страны за 25 лет независимости. У нас есть четкие ориентиры дальнейших путей, которые обеспечат вхождение республики в 30-ку самых развитых государств мира. Цветы и подарки молодым активистам области в торжественной обстановке глава региона вручает подросткам первый в их жизни важный документ. Удостоверение личности сегодня получают отличники учебы, призеры Олимпиады, спортсмены. В их числе и 16-летний Николай Попурей. Учащийся в школе лицея номер 23 принимает активное участие в Олимпиадах и конкурсах. Это для меня очень удивительная новость. Я очень рад за активное участие в школе и внеучебное время. В школе я участвовал в Олимпиаде по информатике, в Олимпиаде по истории, в конкурсе по НВП, в спортивных соревнованиях. Наша школа заняла в этом году первое место и мы выиграли кубок общегородской среди школ. Первый семейный документ сегодня получают и молодожены. Вновь созданные семьи уверены, это добрый знак на пути к созданию крепкой ячейки общества. Волнуемся. Сегодня у меня эмоции зашказывают. Очень счастливые, очень радостные. В сегодняшний день очень рады, что получили от руки областного Кима. Свидетельство о рождении двойни получила и молодая семья из Шымкента. Родители внесли свой вклад в демографический рост региона, население которого за 25 лет независимости увеличилось на 1 миллион человек. К слову, акция «Страна Великой Степи. 25 основ независимости» продлится в области с 21 ноября по 15 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok